Что до брака, он говорит, по-христиански нельзя вступать в полу. Никак. Да, он об этом вам и говорит. Ага. То есть нельзя? Никак. Даже говорить нельзя об этом. Да и зачем? Ну, то есть, если я это делаю, то я нарушаю грех. Бог установил так, что из ребра Адаму дал Ева одна. А вот у мусульман у них там 4, 4 сура, 3 аят разрешают. Ну, вот когда зайдете туда, в эти сокровища мои, я вам и не нужен буду. Вы столько увидите. Ну, представь себе, только у меня на одном канале 23 тысячи роликов. Там 50 томов книг моим голосом аудио начитано. Государственный фильм у нас снятый. Обо мне вот сняли документальный фильм, он занял первое место в России. А где эпизодически там, где первое место на международном киноконкурсе. Потому что всем понятно, вот если бы так жили, говорит, у нас бы ни одного преступника не было, ни одного милиционера. У нас нет этого. Я вот в 84-й год я еще ни одного матерка не сказал. А работал с самыми трудными людьми. Так как у нас отец с фронта пришел, руки нету, они с матерью вместе полкласса не кончили. И 10 ребятишек в семье. В матери три брата ушли на фронт не вернулись. И когда принимали на работу, раньше, я закончил строительный техникум, колледж называют там, то отправили меня в органы МВД, в строго режимный лагерь в Иркутске. Это вообще не было. Вот дал Господь это все пережить. Поэтому у меня не просто опыт, а он единственный такой опыт. И в армии, вот я служил в морфлоте. И как раз образовали во время моей службы в 61-м году ракетные войска. И нас набирали у кого больше среднего образования. Даже своей формы-то не было. Разные там матросы. Вот так. Это так Бог делает. Игнатий, у меня еще вопрос. Я тут такой, ну как, я тоже веду медийную деятельность. Вот, и меня тут сейчас спрашивают, вам государство платит что-то? Ну, пенсия я заработал сколько, платят пенсия. Еще недавно было 12 тысяч всего. Нет, а пособия какие-нибудь, то что вы... Никакие, нигде, никогда. Но мы не пьем, не курим, мясное не едим. В деревню садим своя картошка, морковка, лук. То есть у нас денег-то мало уходит на это. Да мы стараемся. Вот сейчас у меня выходят книги. Повторно. Первые, которые вышли книги. Ну, развезли мы по библиотекам многое. 38 того в книг. Сейчас вышли мои стихи, проповедь в стихах. Проповедь в стихах. 4 тома моих стихотворений, каждый том 880 страниц. Каждое стихотворение 36 строчек и эпиграф из Библии. И вот сейчас готовим к переизданию проповедь во свете Святой Библии. Это будет 5 томов, каждый том по 1300 страниц. Это отлично. Ну, так это не найдешь. Такого нет. Можете одно прочитать стихотворение. Желание есть? Стихотворение любите? Я вам прочитаю. Я вот вашу Википедию. Вот смотрите, вы хотите, я прочитаю вам свое стихотворение, оно поется. Святая Русь, когда была святая? Скажите дату, срок и имена. Во свете Библии патетика растает, останется вино, вина, война. Хватали все от севера до юга, до порта Артура, Оспу, островов. Все подгребли самым тайгу и в югу и расплодили нехристей воров. Кто хуже нас сокровища земные, транжир сжет и рубит по весне. Мы опостылили от века и до ныне Прибалтики, Татарам и Чечне. На наши земли вожделения, зависть, облизываясь, смотрит миллиард. Весь мусульманский мир, там добровольцам запись, у нас отнять за счастье каждый рад. О, Боже, проповедников пришли, служение Богу на родном, на русском, крещение духом водное в крови, тернистый путь и вход уж очень узкий. Тогда исполни вверенное нам, не Русь святая, а герои веры. В народы понесут евангельский бальзам от коммунистической заразы Ехимеры. Да и вы наизусть это знаете? А теперь вот я на море. Рыбацкая шнула с волнами боролась, стремительно крен возрастал. Смятение росло, но раздался вдруг голос и всех на молитву призвал. Волна через корпус не раз пробегала. Был лопасть и виден плавник, как туша убитого кем-то финвала корабль под ударами сник. Остались минуты, а дальше развязка. Объятие холодной волны над пропастью мглы с ледяной повязкой. О чем бы подумали мы? Наверное, лица родных и знакомых мелькнут в феерическом сне. На жизненной грани, на жутком изломе, на вечно девятой волне. Иные клянут капитана, стармеха, проклятия всем и всему. Окончена жизненная чаша утеха и брошена разом в волну. Когда мой корабль опрокинет пучина, а рот поперкнется волной. Дай Боже, чтоб к небу своей кончиной других я увлек за собой. Браво. Очень красивые стихи. И знаете, вопрос такой возник. Давай. Смотрите, вот у человека была жена, ушла к другому. Имеет ли право на ее прощать? Его право. Имеет право. Но может и не простить. Но если он был венчан, только до смерти жены вторичный не может жениться. Пока она не умрет. Ну. Ну он может простить, может простить, да. Это его право. Но тогда ее не ухаряй на каждом повороте. Ты знал, что она уже не та. Вот допустим, а если это у священника жена изменила, и он ее принял, то сам с него сан уже снимается, он уже не священник. И вот допустим, после крещения ребенка крестили. Ну, бывает там юноша, солдат с этой женщиной совокупился. Кандидатура со священника снимается. А если женился, она у него девственница. Но артистка, ну как Пугачева, тоже снимается. Она приравнивается, как развратница. Понятно. А грех ли брак с мусульманином? Ну, допустим, я христиан. Берем только, да. Она должна принять христианство, если она уверовала. А если она не уверовала, зачем тебе нужно? Детей не воспитать. Она будет тянуть к своему. У нас сколько есть вот мусульман, которые пришли, приняли христианство. Армяне, армянская церковь. Мы работаем с ними. А он ищет там. А в это время встретились, ему все вопросы отвечены. Он понял, что спасения ему там нету. Мне когда знают, как я отвечаю по этой книге, я спрашиваю, а вы не хотите ислам принять? У меня ответ один. Человек в здравом уме, трезвой памяти, небо менять на землю не будет. У них духовного ничего нету. Четвертая сура, третий аят, разрешая четыре жены иметь. У нас даже это за разврат не считается, а за безумие полное. Так что разница большая. Разночтение 5216 с нашей Библии. Только по именам. Тут опять вопрос возникает. Что возможно с супругом наедине? Ну, пожалуйста. Что если... Ну, не пост. У нас посты. Вот сейчас начинается пост завтрашнего дня. То до Рождества они друг друга воздерживаются. Живут вместе, но постель брось. Правила такие. И вот поэтому... У нас дети... Отец с матерью. Отец с фронта пришел без руки. С матерью полкласса не кончили. А ребятишек у нас было десятеро. Девчонок пять мальчишек. И ни одного больного нету. А жили бедно-бедно. Ни одного нет больного. Все здоровые. Кто совершал чудеса? Иисус Христос или Бог Отец через Христа? Понимаете, мы такие вопросы так не знаем. Господь совершает. Потому что Троица – это никому необъяснимое явление. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Но не три Бога. Это один в одном. Там три лица. Как это – никто, ни один человек не знает. Это недосягаемое для человека. И туда лезть и не надо. Христос совершает, когда был на земле, мертвого воскресил сына, там, вдовы Наинской. Вот. Это никто не может сделать. Лазарь четыре дня уже там на жаре он провонял. Он сказал, Лазарь, гряди вон. И он весь опутанный, их там, когда хоронят так, в пещере. И он вышел, говорит, разбежите его. От него запах тлена. И он живой. И стал епископом. Одиннадцатая глава первая. Это посла Евангелия Теана. А вы читали книгу Еремии? Еремия – это мой любимый пророк. Почему в книге Еремии Бог на себя берет ответственность за злодеяние Иерусаля? Ну, так уже. А вот есть такой фильм, вы зарядите, Еремия. Очень сильный фильм. Книгу сняли же по книге. Ну, по книге. Ну, там режиссер, допустим, какой котел показывает, как война. А тут все, войска идут и Еремия. Вот у Еремии много есть мест, которые для меня дороже всего. 48-10. Проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто меч Господень удержит от крови. Вот тебе и Украина. Надо знать, она книга, Библия разбита на название, 77 книг, и на главы, а главы на стихи. Центральный стих Библии, Евангелие от Иоанна 3,16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. По-немецки это звучит так. Игнатий, вы кто по национальности? А? По национальности вы кто? Русский. Русский? Русский. Что-то право мне? Русский. Отец из Рязанской области, а мать тут из гор. Я просто сам немец. Ну что же, сделаешь. Вот у нас в школе не было иностранного языка. И когда я защиту диплома делал, в это время кто-то, ну я сказал, говоришь, что война и мир, там целая страница, Лев Николаевич Толстой, по-французски, а мы никто не знаем. А в школе у нас не было языка. В аттестате тройку поставили, и всё. Но кто-то сказал, ну ты возьми добывающий, а вот такой разговор мне мимо не проходит. Я уже на лестничной площадке спросил девочку, она говорит, я в шестом классе. Я говорю, а какой язык был? Она говорит, немецкий. Я говорю, а могла бы продать учебник пятого класса? Ну что продавать, он мне не нужен. И она показала, как буквы складываются. Дерман, это мужчина, Дерафа, обезьяна. Уже через шесть месяцев я уже у немцев говорил проповедь. Притом не просто, а гох, дочь. То есть литературный немецкий язык. На английский у меня ушло четыре месяца. Когда поехал в Латвир, три с половиной месяца. Я никогда не знал ни одного слова. А как? Бог видит, я употреблю их на дело. По-английски вот здесь. Это холебайабал. Ты понимаешь меня? Я вижу тебя, что это Jesus Christ. Игнатий, вопрос. Человек создан по образу и подобию Божьей, правильно? Да, так написано. А обезьяна? А обезьяна тоже по образу и подобию. И обезьяна не будет на бегемота скакать. А только человек и со скотиной, зоофила, и всякие глупости. И педофила у скотины нет этого. Скотина намного лучше человека, который неверующий. Вот если, допустим, я не верю в Бога. Не веришь. Доказательство Бога есть несправедливость на земле. Спрашиваю любого на земле справедливости. Да какая справедливость? Депутаты там деньги получают, там, ну, что угодно. Несправедливо. А Бог справедливый? Да. А почему несправедливость? Отдавайте, что она на том свете. Когда все воскреснут, и будет суд Божий. О чем Лермонтов на смерть Пушкина писал. Есть Божий суд на перстнике разбрата. Есть грозный судья. Он ждет. Он недоступен звону зла. Та и мысли дела он знает наперед. Тогда напрасно вы прибегните к злословию. Оно вам не поможет вновь. И вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь. Вопрос еще. Давайте. Если Христос понес все грехи, значит, человек отвечать за грехи не будет? За которых раскаялся, не повторяет. Тогда не будет. Это об этом говорит Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. И об этом же написано в первом послании от Иоанна, 1 глава, 7 стих. Игнатий, вопрос. Принимает ли Бог молитву без слов? А их нет там молитвы. А имя дано это. Нет ни раскаяния. Бед. Он говорит, принимает ли Бог молитву без слов. А без слов. Да. Понимает. А я понял бесов. А бесов. Ну, которые чертями. Без слов. Лев Толстой называет чертями. А у них молитвы нет. А без слов. Ну, ты про себя молись. Про себя просто. Молишься. Где-то разговариваешь с кем-то. На тебя нападает где-то. А ты только молча воззвал. Господи, помоги. Ни губы, ни шевеляться, ничего. И Господь сделает, как ему угодно. Грех ли молиться в кровати, чтобы легче уснуть? Никак не грех. Что такое? Вот ложисься, когда спать. Есть молитва. Да воскреснет Бог. Растощаться в разе его. И добежат от лица его, ненавидящие его. И яко исчезает дым, да исчезнут. Я катаю твоз от лица огня. Так это погибнут бесы от лица, любящих Бога. И знаменующиеся крестным знаменем. Глаголящих. Обращается к Богу. Это все уже в постели. Одна молитва, последняя. Что делать с вещами, в которых попали в аварию? В которых что? Попали в аварию. Ну так с вещами какие вещи? Одежда, машина? Ну церковные, церковные. Я так не пойму этот вопрос. Допустим, в машине была Библия, тут пишут. И она, ну, эта машина попала в очень сильную аварию. В машине была Библия, она попала в сильную аварию. Что с ней делать? С Библиями? Ну да. Почему? Если они не повредились. Если они не повредились. И с церковными вещами. Ну конечно, что если, ну можно взять, попросить и скажите, а мне Библию дайте. Можно если, можно купить в любом ларьке там у церкви. Не, Игнатий, что делать с этими вещами? Ну ничего делать, молиться, а не оставлять. Ничего, себя оставлять, правильно? Оставляю себя и все как. Наоборот даже, может быть, они кровью политы. Когда раньше возили Библии сюда, их подкараулили в горах и раздавили, говорят органы власти. Они прям кровью были налиты. Наоборот показывали, вот видите, во что обошлись Библии. Как направить человека к вере? К вере? Ну в первую очередь это на первом месте страх Божий. Я вот сегодня умру, а я не примирился с Богом, и душа будет гореть в аду, в огне с сатаной вместе. А если я приму его, что он умер за меня, уверовал, царство небесное. И поэтому страх Божий подгоняет. Вот мне мама ничего не могла сказать, она читать не умела. Но сказала, нельзя делать то, пионеру вступать, с женщинами дело иметь. И меня Бог от всего этого сохранил. И когда мне было 23 года, в 62 году, 27 сентября в 17.00, мне дали Библию. Через полчаса моя жизнь полностью изменилась. А говорят, какая это беда, какая беда, я на море работал, стопроцентное здоровье, деньги. В это время я выступаю в высшее мореходное училище, это университет морской. Прохожу 14 человек конкурс, и сразу добиваюсь разрешения сдать 3 курса за год по выбору комиссии на одном из трех иностранных языков. Отсюда понятно, что я был бы не кочегаром. И в это время Библию дают. Я вижу, что у меня было, все пустое. И вот уже 60 с лишним лет я несу Слово Божие. 61 год. Вопрос. Почему Бог сотворил из ребра Адама женщину, а не деву? Она девой была. Женщину сотворила? Ну, она дева была, она не была женщиной. Нужно ли во вторник после полуночи перекусить скромно? Так, не понял. Когда я вам скинул там, где там наши идут, там написан один ролик. 52 года в пути, это я. И вы со мной вместе будете плакать. Когда я приехал на то место, где обратился к Богу, а там даже дома нету, и я там на коленях стою и плачу. 52 года в пути. Игнатий Лапкин. Да можете зарядить, из интернета выхватить. 52 года в пути, Игнатий Лапкин. Она добавит Латвия, Венсплс. Я там обратился к Богу. В одежду, из какого материала можно одеваться христианам? Ну, как есть. Вот у нас женщины, у нее нет, чтобы она ходила там без рукавов. Это не должно быть. И платье почти до полу, надо сказать, платье в пол. Не больше 10 сантиметров от пола в церкви. Он имеет в виду, из какого материала можно одеваться? Материала? Ну, какой продается, такой материал, какой нравится, богатый или нет. Ну, надо проще все. Понятно. А как мужчину зовут, который ходит там? Как что? Мужчину мужчину зовут как? Владимир? Не, сзади вас. Владимир? Да. А можно я его сюда, Владимир? Ну, подойди, попроси. Владимир, подойдите, пожалуйста. Да, слушай вас. Тут я не предупредил, не Игнатий, а не вас. У меня стрим был. У нас это нормально. Вот. Тут скинули сумму некоторую. Как вам ее перечислить? Что, кто? Они перечислили деньги, как это сделать? Хотят деньги вам перечислить? Нет, я просто так, деньги зачем? Теперь, у меня книги есть. Если вы хотите книги получить за книги, я вам скину, скину, как это сделать. И книги, которые не имеют аналога в мировой литературе. Вот проповедь в стихах. Четыре тома по 880 страниц моими стихотворениями. Каждое стихотворение 36 строчек, 9 куплетов, эпиграф из Библии. Вот тогда, да, тогда вы перечислить, квиток покажете, и вам вышлют. Ну, за пересылку там надо будет. Вы в каком месте находитесь? Где живу? Да. В Москве я живу. Ну, в Москве тем более тут. Вот, у нас затруднение послать вот те страны, которые бойкот объявили России. Владимир? Да, да, говорите. Так, мы готовимся. У Игнатия имеется Сбербанк? Все имеется, но он деньги не возьмет от вас. Это не отменяет от народа деньги. Ну, какая разница? Что делать? Хотят перечислить вам деньги. Нет, подождите пока, подождите. Не надо сейчас пока сразу. Вы не знаете, что... Нет, просто Игнатий, мне уже уходить пора. Ну, я тоже ухожу. Пока ничего не надо, придержите. И когда вы посмотрите, что за книги, я скину, напомните. И тогда скажете, мне нужно, дожденьки, вы можете это больше перечислить, потому что в деньгах мы очень нуждаемся. Но так, братья, никак. Никак. Почему никак? Ну, не так у нас. Если нет, у нас правильно. Если нет, я себе тоже. Нет, нет, нужно, чтобы вы все узнали, увидели, что тут обмана нету, и вы делаете для Бога. И не за молитву, ни за что. Мы, конечно, Бога благодарить будем, но пока воздержитесь. Потому что мы вам еще неизвестно. Может, что-то не понравится. Тут последний вопрос. Из чего был создан Адам? Из праха или из глины? Из земли, из глины красной. Потому он называется Адам, это означает красный. Есть фильмы такие, показаны, творение мира. И вот вы зарядите. Второе пришествие Христа. Ролик такой. Второе пришествие Христа. Вы содрогнете, что будет показано. Как Христос явится, как бьют молнии, как гробы открываются. И там череп встает, скелет, а голова откуда-то раз на него, потом тело наращивается и одежда. Вот так все будет. Игнатий, грех ли пойти на фронт, чтобы умереть? Ну, это совсем глупость какая. Такому умереть на фронт. В Библии написано откровение апокалипсис, 13 глав, 10 стих. Кто ведет в плен, сам пойдет в плен. Кто убивает мечом, тому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение веры святых. У нас служат в армии все, но только на альтернативной основе. Без принятия присяги. Их там где-то за больными ухаживать. То вот у нас взяли у меня этого, внучатку. Его сразу на кухню. А теперь его там где-то склад. Оттуда ничего не пропадет. Заведующий складом. А когда священник выезжает там, где воюют, а он все это знает, он берет его с собой. Вот так. Ну, я когда служил в армии, я в ракетных войсках, в морском флоте был. В то время я не знал Евангелия, в руках не держал. Но Бог не допустил, чтобы я кого-то убил. Грех ли отказаться лечиться, если подозревают рак? То что делать надо? Лечиться? Он говорит, грех ли будет, если человек болеет раком, а отказался от лечения? Ну, это его выбор. Почему он отказался? Вот у нас недавно один болел, у него, кажется, желудок там чуть не весь выразили. Он живет. Вот у меня нынче, я не болею, но вот нынче уже около года, наверное, на меня кинулись сразу шесть болезней. Две из них с суицидом. Вот, все. И сейчас почти ничего нет. Я каждый день занимаюсь гимнастикой, строгая диета, там за мной смотрят, там, фрукты только, капуста. Мясо я вообще уже больше 50 лет в рот не беру. И у меня все это отошло. Я молюсь, за меня болятся тысячи людей. Грех ли списывать и ездить зайцем? Что сделать? Грех ли списывать и ездить зайцем? Не знаю, не пойму. Грех ли списывать у кого-то на уроке и ездить зайцем в автобусе? Ну, причина какая-то есть этому. Если тебе ехать надо, ну, накопить деньги, а они за это платят. Не то, что греха, ну, а как так? Или попроси, что... Если у меня денег нет, можно проехать? Только так. Никак по-другому. В Германии было, говорит, предупредили всех до одного. Зайцев, чтобы больше не было. Первые, которые попались, всех засняли, показали, вывели и тут же расстреляли на площадке. Вот у мусульман как, у них заранее оповещают, чтобы женщина была длинное платье. А вот когда Талибан в Афганистане, она наутро вышла, ее сразу арестовали. 40 ударов палкой повторно где-то, долой тебе жизнь. Все, кончилось. Если рах, тем более, надо знать как. Надо хорошего врача иметь. Предупредить друзей, чтобы молились. Вот так. Кстати, грех ли то, что мальчик любит мальчика? Не пойму, что ночью? Мальчик любит мальчика. Грех ли это? Да безумие. Более страшного греха нет. Хотя другое есть еще. Это вот в Греции было, у Истиняна, ему не просто кастрировали, а отрезали половой орган. Клеймили железом, оно прожигало до кости. И в шахту на повороте, он света не видел, вагонетки угля катит только до поворота. Навсегда. Ни одна скотина этого не делает. Это сказать страшно. Один недавно там с Америки что ли приехал, 23 года, я не могу отстать, мне мужской пол нравится, я хотел бы вылечиться. Я говорю, я знаю, стопроцентное излечение. А что для этого нужно? Я говорю, деньги. А какие? Билет в один конец. А куда? В Саудовскую Аравию. Там скажешь, тебе пошлик на голову, с 20 этажа вниз головой, все. Ну ладно, Игнатья. Так, не дышите этим дымом. Это 13 лет жизни, рак легких, последние 10 лет, туберкулез. Хорошо. С Богом. Услышал. Услышал вас. Аллилуйя. До свидания. До свидания. Спасибо вам за переметы. Уже ушел было. Задержал. Ой-ой-ой. Макс. Вообще. Окей. Окей. 話. Игнать. Игнать. Игнать.